добрый вечер господа трейдеры мы сегодня с вами разберем очень важную тему систему переворотов мы поговорим о том как переворачиваться для чего нужно переворачиваться как вы можете применить эту методику своей торговли или даже в написании советника я вам даже расскажу о своем советнике который уже очень давно торгует и в принципе тоже использует систему переворота на самом деле система переворота это отличная возможность войти туда куда идет рынок и не пытаться угадать а куда же он пойдет просто нужно следовать за рынком и все ни больше ни меньше просто необходимо следовать за рынком и никогда не пытаться себя убедить что цена пойдет обязательно вниз или она обязательно пойдет вверх это просто гадание на кофейной гуще мы этого не знаем поэтому мы переворачиваемся поэтому очень удобно использовать систему переворотов запись я включил запись у нас будет как сегодня у нас пройдет вебинар смотрите я вам буду все рассказывать показывать на графиках пожалуйста задавайте вопрос если что-то непонятное мы будем это разбирать то есть сегодня у нас будет вебинар именно как занятие то есть вам что-то непонятно я рассказываю если я вижу что вам все понятно то мы просто заканчиваем вебинар и все потому что тема в принципе не сильно большая я расскажу полностью о самой системе когда переворачиваться в каких ситуациях я переворачиваю позиции как вы это можете применить в своей торговле ну и может быть напишите себе советник и будете там использовать ровно эту же методику потому что методика действительно работает ну и конечно же мы разыграем деньги как всегда вы помните что на протяжении уже очень долгого времени мы разыгрываем деньги так евгений зачем вы лицо книгой прикрыли книга я лицо не прикрывал а да я понял как это же там система там написано система и вот человек переворачивается все правильно так лучше просто воспринимается когда вверх ногами тогда мозг это лучше воспринимает поэтому вам сразу такая заметка как учить английский язык если вдруг кто-то хочет выучить язык короче выходите на дорогу на осевую линию соответственно становитесь на голову и открывайте учебник по английскому языку если вы успеете прочитать учебник то вы его наверняка выучите нет эта книга не моя красная книга к сожалению не моя даже ноги не мои в какой момент нужно переворачиваться мы это все разберем какой момент переворачиваться это мы обязательно разберем и вообще в принципе на что смотреть когда мы переворачиваемся то есть вообще эта тема на самом деле очень важная я использую перевороты уже много лет и вы знаете мне это нравится психологически это намного легче да и эта возможность просто получить маленький стоп-лосс при возможном полноценном стоп-лоссе ну например вы поставили стоп-лосс 100 пунктов зашли в покупку неважно по какой валютной паре или по акции совершенно не имеет никакого значения но когда вы переворачиваетесь вы переворачиваетесь минус 10 пунктов то есть в итоге вы закрываете 10 пунктов убытком фиксируете 10 пунктов и открываете противоположную сделку и на ней зарабатываете получается что вы не то что не потеряли деньги вы еще и заработали получается вы сделали цена пошла против вас казалось бы все очень плохо вы еще и зарабатываете деньги именно методика переворотов и дает такую возможность зарабатывать тогда когда цена идет против вас потому что в любом случае она куда-то идет и соответственно нам просто нужно идти за ценой это наша самая главная задача всегда идти за ценой и не пытаться что-то придумать что где-то кто-то сказал где-то что-то написал что вверх пойдем значит обязательно пойдем вверх но в итоге можем пойти вниз все моменты мы разберем на графике и так давайте мы перейдем на мой экран разыграем деньги напишите пожалуйста кто у нас будет победителем и потом сразу переходим на график на графике все буду вам рассказывать описывать отвечать на ваши вопросы надеюсь что в теме мы разберемся и раз два три 4 5 троечек все троечка будет так что опять будет победитель третий и так нажимаю выбрать случайный комментарий алексей кстати побеждал алексей пока еще не победил второй участник сергей донцов тоже кажется побеждал но пока еще не победил это второй участник и третий участник у нас победитель сергей нехорошев ну вот видите вы победили я вас этим поздравляю с вашей победы для того чтобы получить приз вам необходимо связаться со мной я связываться с вами не буду ваш приз вы его и забирайте ну и все соответственно напишите свой номер телефона я вам переведу деньги на телефон и все как вы знаете у нас никаких ограничений нет нигде регистрироваться не надо просто забираете свой приз все честно все открыто все как вы пишете то число которое вы написали то число и победила сергея поздравляю с победой и так что такое переворот давайте сразу определимся с тем что это такое перевернуться это означает закрыть текущую сделку и открыть противоположную на противоположном сигнале то есть наша главная задача это делать не потому что страшно и вдруг цена пойдет в другую сторону нет у вас у каждого есть какая-то торговая стратегия кто-то использует индикаторные торговые стратегии кто-то использует свечные свечной анализ кто-то используют еще какие-то стратегии но если цена еще не дошла до вашего take profit а она туда не дошла ну например вот давайте мы разберем пример здесь то есть где можно было перевернуться и можно было ли вообще перевернуться. И по системе мы, я торгую по системе умной торговли, поэтому по ней и буду все разбирать. Соответственно, есть импульс, волна А, коррекция, волна В, и вверх, вот они были подволны, А, С, Б, С, С. То есть, в принципе, отличная покупка, она в том числе и фрактальная. Если мы поставим индикатор фракталов, то мы сразу увидим, что здесь у нас было пробитие фрактала старта, ну, образовался фрактал старта, здесь сигнальный фрактал и покупка. Причем, вот, получилось так, что здесь таймфрейм H4. Не важно, совершенно не важно, какой таймфрейм, система переворотов работает совершенно везде. Но нужно не забывать, что когда вы переходите на меньший таймфрейм, то вы уже будете получать меньший коэффициент качества сделки за счет того, что вы переходите на меньший таймфрейм. Почему? Потому что пункты плюс комиссия, уже получается, что нужно пройти намного больше пунктов. Когда вы торгуете там на H1, H4, вам, в принципе, комиссия, спреды, они не играют никакой роли. Когда вы торгуете на M1 и там постоянно пытаетесь перевернуться на обратных сигналах, то уже будет очень сложно. И, соответственно, что у нас здесь было? Здесь была хорошая точка входа на откате B. Просто на пробитии максимума точка входа на откате B. Ну вот она A, B, A, C, B, C, C, C. Покупка. Казалось бы, да? Ну а почему бы нам и не пойти вверх? Ну очень даже вроде все симпатично смотрится. Ну что происходит? Цена доходит до ловушки. Я вам всегда всем рассказывал, что обязательно на ловушке мы должны фиксировать одну-вторую прибыль, потому что мы не знаем, куда пойдет цена. Я вам, в принципе, всегда говорю одно и то же. Я говорю, что мы не знаем, куда пойдет цена. Что я не знаю, куда пойдет цена. На самом деле никто не знает, куда пойдет цена. Кто вам пытается рассказать, что он знает, у него там какая-то инсайдерская информация, он вам просто по ушам ездит и все. Он не знает, куда пойдет цена. Но откуда он может знать, куда пойдет цена? Именно потому что я не знаю, куда пойдет цена, поэтому я использую систему переворотов. Итак, здесь мы получили первый take profit. Необходимая. Так мы же рисками торгуем, но сигналы ищем наверху. А почему наверху? Сергей, мы рисками торгуем и сигналы ищем наверху. То есть ты хочешь сигнал искать здесь? То есть ты хочешь торговать против тренда? Ну и что, что, аж 4. Ну вот у тебя усеченка, у тебя вот он, нисходящая усеченная конструкция. Видишь, здесь был ложный пробой. То есть я думаю, если на дневку перейти, здесь еще и пин-бар будет. И все, ты от диапазона этого флета ты отрабатываешь ABC 1, 2, 3 и входишь в покупку. На ловушке фиксируешь 1, 2. Ты не входишь наверху. Наверху, понимаешь, ты входишь, если ты здесь будешь продавать. Если ты здесь будешь покупать или здесь будешь покупать. Вот это ты входишь наверху. Когда ты входишь от диапазона скользящих средних, где же тут верх? Вверх находится вот здесь, 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 здесь. То есть когда цена находится далеко. Почему H1 и ниже? Можно и H4. Что мешает торговать на H4? В принципе. Если у тебя, например, не так много времени сидеть за компьютером, можно торговать H4 и ничего плохого там не будет. Я часто делаю сделки, торговые планы, в том числе и на H4. И ничего в этом плохого не вижу. Можно торговать H4, можно торговать H1 и N3. Вы сами выбираете, но система переворотов вот этого не изменится. Это просто здесь так получилось, что я запустил мета трейдер и здесь оказался таймфрейм H4. Я это увидел только уже под конец, что оказывается я разбираю на H4 и все. Не обязательно входим тогда, когда сформируется точка входа. Вот этот момент, кстати, давайте мы тоже разберем этот момент. Он очень важен для переворотов. Очень часто спрашивают у меня, а когда входим? Входим на конструкции H1 или на конструкции H4 или на конструкции M30 или на конструкции D1? Это неправильная формулировка. Это категорически неправильный подход к техническому анализу. Почему? Потому что для того, чтобы войти в рынок, вот например, мы сейчас разберем точку входа на продажу. То есть у нас здесь в итоге образовался ложный пробой, соответственно усеченная конструкция. Мы взяли первый тейк профит, перевели в безубыток. Если бы не перевели в безубыток, то получили бы здесь переворот. И все. Я всегда на ловушке перевожу в безубыток. Я не экстремал и я люблю фиксировать прибыль. Мне это нравится. Поэтому я так торгую. Я на ловушке обязательно перевожу сделку безубыток. Ну например, мы не перевели сделку безубыток, соответственно построили наклонный канал по той восходящей конструкции, которая у нас есть. Смотрите, наклонные каналы, они просто защищают какой-то тренд. Это тренд 100% восходящий. Мы не знаем какой там будет тренд еще. Вот этот тренд восходящий, вот этот тренд нисходящий, да, вот этот тренд нисходящий. И вот который сейчас у нас нарисован тренд, это тренд восходящий. Соответственно, когда мы можем узнать, что этот тренд закончился. Когда будет пробит какой-то инструмент, который защищает этот тренд. Мы с вами нарисовали наклонный канал. Соответственно, что надо для того, чтобы перевернуться? То есть вообще, в принципе, в торговой системе умная торговля можно переворачиваться всего лишь в двух случаях. Это когда мы попали на усеченку и когда мы попали на волну B. То есть мы, когда входили в рынок, хотели, чтобы это была волна C, а попали на волну B. Вот сейчас, кстати, мы разберем эту ситуацию. Тоже очень интересная ситуация. Перейдем как раз на H1 и разберем тогда, когда попали на волну B, H1. И будет второй пример переворота. Итак, что у нас произошло? Вниз мы пробили наклонный канал, тем самым завершили вот этот восходящий тренд. Вообще, в принципе, понятие тренд, я уже об этом не раз говорил, оно такое размазанное прям вот по стенке и там не видно, что же такое тренд. Взяли просто вот размазали и типа вот он тренд. Ну, здрасте. Вот смотрите, кто-то вот так смотрит на график, он говорит вот такой тренд, кто-то смотрит на график вот так, он говорит вот такой тренд, кто-то смотрит на дневки, он говорит, да нифига он вот такой, а кто-то смотрит на M1 и у него вообще другой тренд. Поэтому тренд это что-то мифическое, то, чего не существует в природе. Именно вот если брать по общепринятым рамкам. То есть это что-то такое непонятное, а когда у вас что-то непонятное, то у вас сделки уже идут наугад. То есть вы как придумали, так и вошли. Для меня же тренд это конструкция. И этот тренд 100% восходящий. Для того, чтобы мне войти в продажу, мне нужно завершить этот тренд формированием обратного тренда. Что значит завершить тренд? И вот тут как раз приходит ответ на вопрос, а какая конструкция должна завершить тренд? Да любая, любая где выполнились условия. А условия для того, чтобы войти в продажу, какие? Волной А пробить наклонный канал, завершить тренд. После этого получить коррекцию. И поставить отложенный ордер sell stop на продажу. Вот это условие. А какая здесь была конструкция, какого волнового уровня, это не имеет никакого значения совершенно. Не надо пытаться цепляться к таймфреймам. Потому что опять-таки у кого-то вот такое зрение, а у кого-то вот такое зрение. И кто-то будет вот здесь искать какую-то конструкцию, а кто-то ее вот так вот здесь разглядит. Поэтому пытаться там как-то цепляться за таймфреймы, я считаю, не стоит. Вы должны, понимаете, когда мы хотим войти против какого-то тренда, любая конструкция, мы с вами уже определились, это тренд. И мы хотим войти против этого тренда. Я хочу войти в продажу против этого тренда. Что должно произойти? Давайте мы разберем как раз второй вариант переворота сразу здесь же. Это мы уберем, перейдем на H1. Сергей говорит, надо на H1, поэтому перейдем на H1. Послушаем Сергея. Итак, что мы с вами видим? Мы видим вниз предполагаемую волну А. Может быть это волна А, почему нет? Почему это не может быть начало нисходящего тренда? Если это начало нисходящего тренда, то для того, чтобы нам войти в продажу, нам необходимо завершить этот коррекционный тренд. Ну то есть смотрите, вот мы думаем, что ага, это наверное волна А. Может быть конечно не так, но наверное это волна А. Мы не знаем, мы не знаем до самого последнего на самом деле. И здесь мы с вами сейчас будем отрабатывать наклонный канал. Так, как сильно должен быть пробит наклонный канал? Как угодно, хоть на 1 пипс, совершенно не важно. Пробитие наклонного канала это завершение конструкции, но это не формирование обратной конструкции. Поэтому и условия. Всегда, когда я делаю обзоры, мы говорим о том, что волной А мы должны пробить наклонный канал, после этого получить коррекцию волну Б, после этого поставить отложенный ордер на продажу или на покупку. Как пробить наклонный канал? Не важно. Нет правил, что мы должны пробить вот на палец, на мизинец или еще как-то. Таких правил не существует. Пробили, завершили. А если дальше следует отскок? Ну а дальше и должен следовать отскок. А как? Я еще раз повторюсь, давайте, я понимаю, что вы меня не понимаете, к сожалению. Смотрите, есть предполагаемая волна А, которая пробила наклонный канал. Согласитесь, она его пробила, правильно? Пробила. То есть пробит наклонный канал конструкции. А после этого вверх пошла волна Б. Но давайте мы теперь посмотрим сначала с другой стороны на эту же ситуацию, а потом посмотрим уже с другой стороны. Хорошо? То есть в любом случае, смотрите, еще раз повторюсь, что пробитие наклонного канала это завершение предыдущего тренда. Ну того тренда, который есть. Но это не начало нового. Начало нового это конструкция. Когда сформируется конструкция, тогда начнется новый тренд. И вот если он начнется, тогда вы можете войти в рынок. Просто на пробитие входить нельзя. Это плохо. И я вас уверяю, это закончится очень плохо, потому что возможно это просто повышение волнового уровня, и мы дальше пойдем вверх. И теперь просто у нас будет вот эта вот волна А, это Б, а это С. Просто мы получили повышение волнового уровня. В этой ситуации не было этого, но такое бывает очень часто. Итак, разбираемся, что же у нас здесь было за нисходящее движение. Вот она волна А, коррекция волна Б, и вниз волна С. Скользящие нам говорят о наличии какого тренда? Волна Б пробила наклоны канала, пошла дальше вверх. Ну и пускай идет. Ну не вошли вы в рынок. Посмотрели другую валютную пару и все. Если вам не выгодно входить в рынок, если был пробит наклонный канал, и цена дальше ушла вверх, и ушла далеко, и после этого получила коррекцию, и вам уже просто входить в рынок не выгодно. Значит, просто вы не входите в рынок. Входим в рынок только тогда, когда выгодно. Да, конечно, будет такое. Будет такое, что ваш стоп-лосс работает, цена тут же развернется, и пойдет в сторону, куда вы прогнозировали, и вы скажете, ну все, теперь я не буду никогда ставить стоп-лоссы, потому что мои стоп-лоссы, за ними охотится маркет-мейкер, и все плохо. Поэтому, да, будет такое, что цена пробьет, ну вот как, например, здесь, да, пробила и полетела вверх. Скользящие. Ну, скользящие, ладно, мы с скользящими просто за ними смотрим по диапазону. По диапазону скользящих. Но, скользящие говорят о покупке. Денис, совершенно верно. 100% вы правы. Скользящие говорят о покупке. А значит, что нужно сделать? Нужно купить на завершении предполагаемой коррекции. То есть, это движение что для нас? Это может быть коррекция волна B. По коррекции волны B мы построили наклонный канал. Наклонный канал был пробит волной A. После этого мы получили коррекцию волну B. И логично догадаться, что нужно делать. Нужно покупать. Правильно? Покупать на пробитии максимума. Это мы на истории знаем, что не надо было покупать. Но на истории, знаете, все гораздо. А когда начинают торговать, то почему-то сливают. И я бы здесь купил. Честно. Хорошая сделка на покупку. Отличная сделка на покупку. А почему нет? Купил бы однозначно. Но, что в итоге произошло? В итоге мы пошли вниз. Но, не забываем, что это какой-то ФЗР. Это какая-то конструкция. То есть, это, а мы уже с вами определились с тем, что конструкция это и есть тренд. Вот этот тренд нисходящий, а этот тренд восходящий, на который мы вошли. То есть, мы вошли точка входа на откате B. Мы с вами думали, что это A, это B, а это будет верх C. Поставили здесь первый тейп профит на ловушке. Такие довольные сидим, ждем. Когда же сработает тейп профит? Стоп-лосс куда мы ставим? Ну, так как здесь была усеченная конструкция, то стоп-лосс ставим, естественно, под усеченку. Ну, может быть, я бы поставил здесь под уровень, потому что здесь сильный уровень. Но, в любом случае, стоп-лосс я бы поставил. Ну, давайте поставим под усеченку сюда. То есть, у нас стоит уже ордер в рынке. Мы с вами в рынке, мы в покупке. Довольные, думаем, сейчас заработаем много денег. Уже подсчитываем, на что их потратим эти деньги. Но тут цена идет против нас. И мы уже с вами знаем, что для того, чтобы защитить конструкцию, необходимо построить наклонный канал. И пробитие наклонного канала как раз говорит о том, что конструкция завершилась. Помните, да, мы это уже с вами прошли. Соответственно, что происходит? Волной А пробиваем наклонный канал. И думаем, ага, значит, если сейчас пойдет коррекция, тогда необходимо будет использовать систему переворота. Пошла коррекция, вот она, одна белая свеча, второй дожик. И мы уже, что мы делаем? Мы берем этот стоп-лосс и тащим вот сюда. То есть, у нас уже не здесь стоп-лосс, а здесь стоп-лосс. Но мы еще не вошли в рынок. Мы еще не вошли в рынок, мы просто передвинули стоп-лосс. После этого, что мы делаем? Мы берем отложенный ордер и ставим его сюда же. Сюда же ставим отложенный ордер, стоп-лосс куда ставим? За усеченную. Мы попали на усеченную конструкцию. Мы думали, что это будет C. Мы заработаем кучу денег, но, блин, оказалось, что это были лишь наши хотелки. Соответственно, что мы сделали? Мы поставили отложенный ордер, селл стоп. На продажу? Получился лимит, потому что цена ниже, это естественно. Но мы же на истории рисуем, поэтому здесь сейчас пишет лимит. Но это не важно сейчас. Итак, что у нас есть? У нас есть теперь ордер на продажу, который стоит отложенный. Мы не входили в рынок, потому что мы увидели, что там цена пошла вверх. И такие думаем, а, значит, это коррекция. А если это не коррекция, цена пошла дальше вверх, то мы здесь получили свой тейк-профит по покупке. И все хорошо. И не надо было ее закрывать ни в коем случае. Поэтому мы просто подготовились. Мы подготовили переворот. У нас стоит стоп-лосс. На этом же уровне у нас стоит теперь продажа. Ордер на продажу. Если мы ставим здесь ордер на продажу, где нам нужно ставить тейк-профит? Первый, первый, на ловушке. Я говорю только про первый тейк-профит. То есть первый тейк-профит мы ставим здесь. Второй тейк-профит можно ставить 161.8, 138.2 по Fibonacci. Какие-то важные уровни поддержки сопротивления. То есть здесь мы уже можем все, что угодно делать. Итак, что же происходит? Цена идет вниз, пробивается. Соответственно, мы входим в рынок. Мы входим в продажу. На обратном сигнале сигнал заметит тот же самый. Мы здесь с вами отрабатывали покупку на ТКТБ. Потому что мы думаем, что это А, это Б. По Б построили наклонный канал. А, ЦБ, ЦЦЦЦ купили. Когда мы с вами продаем? Тогда, когда наш торговый план отменяется противоположным зеркальным торговым планом. И теперь мы думаем, что это А. На самом деле я это очень подробно разжевываю на курсе умная торговля. Просто разжевываю, в рот кладу и еще и челюстью немного помогаю шевелить. Соответственно, вниз это волна А. Вверх трехволновка это коррекция волна Б. Ну, мы уже так думаем, потому что мы уже перевернулись. Почему? Потому что именно вот так происходит. И вниз, соответственно, волна С. Что в итоге и получилось. Понимаете, в чем дело? В итоге получилось, что да нет, все-таки движение вниз, а не вверх. Мы-то хотели, чтобы оно было вверх. Мы об этом мечтали. Мы уже там считали, куда мы потратим деньги. Но в итоге пошли вниз. Что в итоге произошло? А здесь получили первый тейк профит. Перевели сделку без убыток. Здесь мы закрыли с убытком нашу продажу. Но изначально у нас общий размер 70 пунктов. 70 пунктов это 100% нашего стоп-лосса. Это 70 пунктов. Мы в итоге закрыли стоп-лосс на 40. То есть практически половину. То есть мы должны были, если там, например, вы входите с риском 1%, то вы в итоге зафиксировали убыток 0,5%. То есть вы не получили убыток 1%, вы получили убыток 0,5%. Вы снизили этот убыток. Кроме этого, вы заработали 2 профита. И в итоге здесь вы должны были просто понять, что ваш депозит потаял на размер вашего риска, а по факту вы заработали денег. Почему? Потому что вы перевернулись. А перевернуться, это означает закрыть текущую сделку и открыть противоположную на противоположном сигнале. То есть еще раз повторюсь, что не потому, что там вы торгуете на таймфрейме, например, H1, а потом перешли на M1 и говорите, ну вот тут вот FZR был, поэтому я перевернулся. А я у вас спрошу, а что, ваша конструкция все уже закончилась, она уже больше не работает, почему вы это сделаете? А вы скажете, ну FZR же. Ну это неправильно. То есть ваш торговый план должен отмениться. А для того, чтобы он отменился, конструкция, в которую вы вошли, должна завершиться. Это и есть основа. То есть конструкция должна завершиться. Расходящие говорят подвальные MACD и стахастик. Ну да, у меня здесь стахастик и АО, в принципе MACD и MACD, неважно. Но здесь был отличный сигнал на самом деле и дивергенция на индикаторе весомоосциллятор, и была перекупленность на стахастике. То есть здесь хороший, качественный сигнал был на продажу, который был отработан просто на 10 с плюсом. И при этом мы просто перевернулись. И таких сделок на самом деле огромное множество. Я эти сделки иногда выкладываю в группе ВКонтакте, делюсь ими. Иногда в чате показываю эти перевороты, потому что я всегда переворачиваюсь. То есть я не пытаюсь кому-то что-то доказать, что я знаю, куда пойдет цена. Потому что я-то знаю, что я не знаю, куда пойдет цена. Я даже больше знаю. Я знаю, что вы не знаете, куда пойдет цена. Но я никому об этом не скажу. Обещаю. Итак, когда можно еще использовать перевороты? Ну вот живой пример. На моем сайте, может быть, кто-то когда-то там был, продается советник Crazy Marty. Crazy Marty, потому что, ну, Marty, Marty, потому что там Мартин Гейл. Работает этот советник уже года, наверное, два. То есть это уже, да, о чем это говорит? То есть здесь на самом деле я с вами сейчас вам решил рассказать такой нестандартный подход. Я бы сказал даже не нестандартный, а ненормальный подход в использовании Мартин Гейла. Потому что все всегда используют Мартин Гейл как? Вы купили какой-то актив за 100 долларов и цена падает вниз. Упала до 90, вы купили в два раза больше, чем до этого вы покупали. За 90 долларов. Падает дальше цена вниз, вы покупаете уже на 80 долларов, например. Только уже еще в два раза больше, чем была предыдущая сумма. Ну, например, вы сначала потратили там один лот купили. Потом цена упала, вы купили два лота. Потом цена упала, вы купили уже четыре лота. Соответственно, потом цена еще упала, вы купили восемь лотов. Ну, а если это какой-то тренд, прощай депозит. И, к сожалению, Мартин Гейлы все сливаются именно из-за этого. Потому что бывают какие-то длинные движения. И на длинные движения просто не хватает денег. И все. И таким образом умирают Мартин Гейлы. Что у нас в советнике? Просто можете себе, если кто-то пишет советник, можете подобное придумать. Там ничего сложного нет на самом деле. И в советнике Крэзи Марте там как раз система переворотов и поиск тренда. Так как я знаю, что не может человек знать, куда пойдет цена. То, соответственно, туда был заложен алгоритм переворота. И Мартин Гейл работает именно по перевороту. То есть, если открылась покупка по сигналам индикаторов. Ну, там просто скользящие, там ничего сложного. Вот, если открылась покупка, то, соответственно, цена, если идет вниз, то откроется продажа в два раза больше. Ну, а если не сработает продажа, и цена опять пойдет вверх, то откроется покупка еще в два раза больше. Ну, и, соответственно, если опять цена пойдет вниз, то там уже сработает продажа. Когда-то куда-то стрельнем, соответственно, советник заработает. Ну, во всяком случае, она уже года два торгует, и сама торговля, она говорит о том, что действительно система переворотов, система следования за трендом, она работает. Потому что в любом случае куда-то мы стрельнем, куда-то пойдет цена обязательно. Ну, а если она куда-то пойдет, то нам нужно следовать за ней и не пытаться себе доказывать, что я знал, куда пойдет цена. Нет, мы просто строим на самом деле технические картины и грамотно управляем рисками, поэтому зарабатываем и все. Если строить технические картины, например, и не управлять рисками, то будет в любом случае слив, потому что убыточные сделки бывают. Если не строить технические картины, а просто наугад, а просто математические входы, я думаю, что тоже они обречены. Потому что математический вход, он хорош тогда, когда вы понимаете, что есть потенциал у движения цены. Но когда вы просто входите в любом месте и потом начинаете включать математику, то это не будет работать. Сколько раз можно переворачиваться, если третья волна оказалась продолжением? Опять-таки, что у нас прописано в системе умной торговли? Что переворачиваться можно четыре раза, на пятый раз необходимо просто закрыть сделку, не открывать противоположную. Но это такая ситуация, что вы попали на какой-то очень жесткий флэт. По факту у меня такого не было еще никогда. То есть я на такую ситуацию не попадал ни разу, потому что в любом случае куда-то цена пойдет. Но очень важно, что мы должны переворачиваться на обратном сигнале. И у вас наверняка тоже у каждого есть какая-то там индикаторная стратегия, которую в YouTube вы нашли, да, и ее используете. И ваша стратегия дает какие-то сигналы. И вот что делать? Вот такая ситуация. Смотрите, ваша стратегия, не важно какой таймфрейм, не важно какие сигналы. Она вам говорит о том, что нужно купить. Вы купили. Вы купили, и по вашей торговой стратегии нужно поставить take profit, например, 100 пунктов, или там где-то, где показывает какой-то индикатор. Тоже не важно. И что произошло? По вашей же торговой стратегии, на этом же таймфрейме, то есть все, но у вас уже появляется сигнал на продажу. Неужели вы оставите эту покупку, когда вы знаете, что с большей вероятностью, вы же как-то откатали свою стратегию, вы же знаете, что ваша стратегия классная. Это же ваша стратегия. И ваша стратегия говорит продавать. Может быть, стоит закрыть покупку, открыть продажу, вот вам будет переворот. На самом деле перевороты бывают очень часто плюсовые. То есть цена пошла в вашу сторону, но так получилось, что она еще не дошла до take profit. Ну, например, она здесь пошла вверх, да, не дошла до take profit. И просто произошел разворот, завершение цены. То есть, ну, давайте мы ее дорисуем вот так вот. Раз. Мы не дошли до ловушки, не получили ее еще. Ну, в итоге потом раз, пробили наклонный канал, получили коррекцию. И что нужно сделать? Нужно перенести стоп-лосс, который здесь стоит, да, перенести его, или здесь, здесь стоит, перенести его в без убыток, ну, не в без убыток, точнее, получается, а на место открытия, то есть сюда. Сюда необходимо перенести стоп-лосс и здесь же поставить order sell stop. Почему? Потому что переворот. Потому что получается, что это может быть А, это Б, а это А, С, Б, С, С, и все. И таким образом мы, получается, переворачиваемся. То есть, переворачиваться, на самом деле, это полезно. Переворачиваться, это просто следовать за трендом. На самом деле, можно совершенно любую валютную пару разбирать, и там 100% будут перевороты. И из них просто, ну, если просто цена пошла против вас, да, то это значит уже наверняка есть какой-то переворот. Ну, вот здесь можно было, кстати, с натяжечкой, но можно было войти в... Да, 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 вот опять, пожалуйста, переворот. Вот, смотрите, вниз мы не пробили 88,2 вот этим движением, вот этим движением мы не пробили 88,2. О чем это говорит? О том, что это, возможно, волна Б. А почему нет? Почему это не волна Б? Это мы на истории видим, что это волна А, это Б, а это С. Но это только на истории. Я уже сказал, на истории все такие герои, просто закачаешься. Соответственно, что у нас получается? Мы думаем, что это А, вниз волна Б. И вот она хорошая ситуация для того, чтобы войти в покупку. Хотя здесь нет. Здесь из-за этой ситуации мы бы и не вошли в покупку. О чем проблема? Потому что мы только здесь пробили наклонный канал, и мы бы уже думали, что это волна А, а это волна Б. А потом не было бы пробития, соответственно, у нас просто не сработал бы отложенный ордер Бай Стоп. То есть здесь не было цены, соответственно, ордер Бай Стоп не мог физически сработать. Потому что если мы на меньший таймфрейм перейдем, то у нас на самом деле вот эта вот волна А, это вот эта вот подволна АА, это БА и вверх СА. Такая ситуация. По вашей системе можно торговать только по одной валютной парой и постоянно следовать за трендом, методом переворота. Нет, почему? Ну, если вы торгуете на маленьком таймфрейме, наверное, да, нужно торговать только одной валютной парой. Если у вас, ну, во-первых, смотрите, отвечаю на вопрос по поводу только одной валютной парой. А есть какой-то смысл в том, чтобы торговать десятью валютными парами? Ну, какой-то финансовая выгода в этом есть? Давайте посмотрим. Евро-доллар вверх. Фунт-доллар вверх. Новозеландский доллар, американский доллар вверх. Австралийский доллар, американский доллар вверх. Что я вам сейчас показал? Я вам показал, что если бы вы торговали десятью парами, и по десяти парам вы бы ошиблись. Точнее, вы бы ошиблись по одной, это то же самое, что ошиблись по десяти, в принципе, практически то же самое. То вы бы получили десять стоп-лоссов. И вот вопрос. Есть смысл выгода, финансовая выгода в том, чтобы торговать многими валютными парами сразу. Честно, я ее мало вижу. Смотрите, если вы одну сделку работаете хорошо, одну сделку, вы ее переворачиваете, то есть вы за ней следите. Вы делаете так, чтобы она вам дала прибыль. То это лучше, чем вы откроете 150 сделок, заплатите огромные комиссии, потому что 150 сделок это много комиссий, и ни хрена ничего не заработаете. Но зато вы будете думать, что у вас просто там, не знаю, пулемет потемкин, и вы с этого пулемета хренячите по всему финансовому рынку, просто вот всех в хлам. Но денег это вам не даст. Поэтому какой смысл в том, чтобы много открывать сделок, честно, я не знаю. Вот сколько я знаю трейдеров, кто уже постарше, они пытаются переходить наоборот на меньше сделок. А кто помоложе, пытается отработать, думает, думает, что если он будет открывать 150 сделок, то значит он заработает не 1%, а 150%. Заблуждение. Заблуждение, прям вот не то слово. Вы просто таким образом увеличиваете риски, вы таким образом усложняете себе торговый. И тем более, если трейдер неопытный, то ему будет очень сложно уследить за всеми этими сделками, и где-то вы не уследили, потеряли деньги, и потом придется очень долго возвращать эти потерянные деньги. Поэтому я за ювелирный трейдинг, я за то, чтобы сделка давала прибыль. И я не гонюсь за многими сделками, я не гонюсь за тысячами процентов прибыли, потому что я понимаю, что если это кому-то где-то и удалось, то это скорее случайность, не более чем. Вы же говорили о 5% на сумму сделок, диверсификация рисков. Ну, отлично, у вас может быть там какая-то среднесрочная сделка, может быть открыта сделка по CFD-контракту. Ведь почему-то люди забывают про CFD-контракты, я не знаю почему, хотя мне кажется, что разбавлять CFD-контрактами торговлю очень даже классно. Прям очень классно разбавлять именно CFD-шками. Почему? Почему это делать хорошо? Потому что если валютные пары, они друг за дружкой повторюшки, то одна акция может идти вверх, другая акция может идти вниз и, соответственно, вы на этом можете получать прибыль. То есть уже получается у вас не увеличиваются многократно риски, а просто потому что вы торгуете разные инструменты и все. То есть здесь ничего такого нет. Вот, например, акции «Газпрома». 1% в день, это уже вкусно, согласен? Согласен на 100%. 1% в день, это где-то 20% в месяц. 20% в месяц, это очень много процентов в год. Поэтому кто зарабатывает 1% в день, тот просто супер молодец и у него все хорошо. Вот покупал акции «Газпрома» по, в принципе, хорошей цене, 155 рублей. Ну, не акции «Газпрома», неправильно говорить, акции «СЕВД» на акции «Газпрома». Здесь покупал, потом здесь еще допокупал акции. То есть это «СЕВД-шки». В принципе, я много показывал примеров по СЕВД-шкам, как я их торгую, и они ходят на самом деле очень хорошо. И почему их не используют, мне честно непонятно. Мне непонятно, вот так вот люди упираются, просто вот хочу торговать валютой. И начинают торговать евро-доллар, фунт-доллар, австралиец-доллар, новозеландец-доллар. Причем открывают везде сделки. А потом говорят, блин, сегодня не мой день, я, короче, пол депозита слил. А почему слил пол депозита, когда мог просто получить один небольшой стоп-лосс? Да просто потому, что он везде увидел сигнал, а везде оказался разворот. Просто утром доллар был сильный, а после обеда он оказался слабый. И все. И все валютные пары пошли против утреннего сигнала. Просто друг за дружкой повторяют, и все. Это факт. Это факт, который есть. Поэтому много сделок я не рекомендую. 5% риск это максимальный, да. Я об этом уже говорил. Говорил на вебинаре по рискам. Я с этим до сих пор согласен. У меня, в принципе, так и есть. 5%. Но есть сделки, которые стоят надолго. Там, где первый тейк-профит закрыт, и они просто стоят надолго. А есть сделки, которые внутри дневные на H1 открытые на М30. Есть сделки, которые открыты на H4. То есть это разные сделки. И, соответственно, много я их не делаю. И следить за ними, в принципе, не сложно. Ну, допустим, вы откроете... Вот я торгую одним процентом. Вы торгуете двумя процентами, да. То есть вы можете открыть максимум 3 сделки. Максимум. И то будет 6% риска. Поэтому сильно с риском здесь не разбежишься. Ну, с количеством сделок. С количеством сделок не получится разбежаться. Просто невозможно. Дальше давайте посмотрим, где еще мы могли здесь перевернуться. На самом деле перевороты, они постоянно везде... А давайте я вам нарисую. Да, давайте так и сделаем. Сейчас я нарисую. Подвинули. Я просто освободил место. Итак, когда мы можем перевернуться? Мы уже с вами определились в двух ситуациях. Ну, это конкретно по системе умной торговли. Вы же можете переворачиваться по своему сигналу. То есть у вас вы торгуете на каком-то таймфрейме свою торговую стратегию и просто берете, переворачиваетесь на обратном сигнале и все. То есть ничего сложного в этом нет. В моей ситуации, когда я переворачиваюсь, давайте сейчас поговорить конкретно про себя. То есть у меня есть какая-то точка входа. Ну, я чаще отрабатываю точки входа на откате B. Почему на откате B? Потому что вот эта коррекция, она, как правило, заходит в диапазон скользящих средних на таймфрейме H1. То, что я вам всегда-всегда-всегда-всегда рассказываю. А еще очень часто бывает, что это коррекция усеченная. Что подтверждает вероятность того, что это действительно коррекция. Потому что главная задача трейдера – это определить коррекцию. Определили коррекцию, вы практически победили. То есть для этого вам нужно просто определить коррекцию. Что после этого нужно сделать по коррекции? Построить наклонный канал. Потому что что такое эта коррекция? Эта коррекция – это нисходящий тренд. Это 100% нисходящий тренд. Вот этот вот тренд, он не восходящий. Здесь импульс, коррекция импульс. И импульсы направлены вниз. Значит, это нисходящий тренд. Для того, чтобы нам купить, что нам необходимо сделать? Нам необходимо получить восходящий тренд, который завершит этот нисходящий тренд. Это и есть точка входа на покупку. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и поставили отложенный ордер на покупку, на пробитие максимума. То есть получается мы вот здесь вот с вами должны уже отложенным ордером войти в покупку. Вот здесь, здесь у нас отрабатывается покупка, точка входа на откате Б, она несложная. Но не идет цена вверх. Мы-то хотели, чтобы она пошла вверх, а вот она, зараза, не хочет. Мы строим фибосетку, смотрим, является ли это вверх волной Б, если это волна Б. А эта волна Б в том случае, если мы не пробили уровень 88,2, то это волна Б. И цена начинает разворачиваться. А мы с вами помним, да, что мы зашли на вот этом восходящем тренде, для того, чтобы взять вот этот весь восходящий тренд. То есть вот эту конструкцию, чтобы отработать и где-то здесь уже закрыть вторую сделку. Первую на ловушке, да, и вторую уже где-то здесь, наверху. Соответственно, что необходимо сделать по восходящему тренду, на котором мы вошли? Построить наклонный канал. И если будет завершен этот восходящий тренд формированием нисходящего тренда, именно тогда мы должны перевернуться. И вот что происходит. Мы волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б. И что сейчас мы обязаны сделать после того, как мы получили коррекцию волну Б? Или во время того, как мы получили коррекцию волну Б? Мы должны свой стоп-лосс, который у нас стоит вот здесь, по вот этой вот покупке, мы купили, у нас пока еще нет продажи, мы должны его поставить на уровень открытия будущей продажи, если такая свершится. Потому что цена может просто пойти вверх. И мы просто заработаем по своей покупке. Мы еще ее не закрываем, мы просто передвинули стоп-лосс. И все, мы просто передвинули стоп-лосс. Не больше, не меньше, просто передвинули стоп-лосс. И здесь же мы ставим ордер селл топ на пробитие этого уровня. Потому что мы отрабатываем точку входа на откате Б. И вот если цена пойдет вниз, то сработает стоп-лосс в маленькую прибыль даже. Такое бывает на самом деле очень часто, когда срабатывает в маленькую прибыль. И откроется продажа. И мы уже будем с вами в продаже. А что это будет за продажа? А вот в таком случае мы предполагаем, что вот это вниз, это волна А. Вверх трехволновка, это коррекция волна Б. А вниз волна С. Это второй сценарий, который мы с вами отработали. То есть первый сценарий у нас был какой? Что вот это вот волна А. Вниз трехволновка, это коррекция волна Б. И вверх мы хотели получить волну С. В виде подволн АС, БС, СС. Но первый план у нас не сработал. Цена развернулась. То есть нашу восходящую конструкцию завершили формированием нисходящей конструкции. Соответственно, что мы делаем? Переворачиваем позицию. Все. Вот это и есть переворот. Это и есть методика следования за трендом. И если вдруг так получится, что мы не пошли вниз, как мы этого хотим. И опять даже не дошли до тейк профита. То есть мы же теперь думаем как, что вот это А, вот это Б, вот по синему сценарию. А это вниз С. Соответственно, мы здесь поставили на ловушке первый тейк профит. И мы опять туда не дошли. Ну, блин, всякое бывает. Ну, попали мы на этот флет. Нам необходимо построить опять наклонный канал, уже по нисходящей конструкции, на которой мы вошли в рынок. И на завершение этой нисходящей конструкции, формировании восходящей конструкции, нам необходимо перевернуться. А перевернуться означает закрыть текущую сделку, открыть противоположную на противоположном сигнале. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волны Б. И купили на пробитии максимума. То есть вот здесь у нас происходит покупка и закрытие нашей продажи. Мы закрываем нашу продажу. Это очень важный момент. Мы закрываем нашу продажу. И все, здесь уже просто берем восходящий тренд. То есть по-любому куда-то цена пойдет, и значит мы на этом заработаем. Наша задача просто зарабатывать на движении рынка и следовать за рынком. Не пытаться себя там кем-то ставить, что мы там все знаем. Никто из вас не знает, куда пойдет цена. Никто. Я тоже этого не знаю. И мы просто следуем за рынком. И все. Так, вопросы. Вершину второй волны. Во второй надо пробивать на покупку. Надо получить конструкцию, которая завершит нисходящую конструкцию. Тогда мы покупаем. То есть мы покупаем всегда на конструкциях и продаем всегда на конструкциях. Смотрите, вот у меня есть конструкция какая-то, например. А, Б. Это не Б. Вот это не Б. Потому что это вниз не А. А знаете почему? Потому что это будет А и Б, как раз когда мы спустимся вниз. А пока это А вопрос, Б вопрос. Поэтому если я хочу продать на конструкцию, то я должен продать здесь. То есть на пробитии. Вот здесь будет продажа. То есть она не здесь будет, понимаете? Она будет здесь. Потому что то, что типа я мог здесь продать, я это вижу на истории. И такой вот, я мог здесь заработать намного больше денег, потому что я на истории вижу, что именно с этого места развернулась цена. Но это опять торговля на истории. Мы же торгуем онлайн. Мы торгуем в реальности реальными деньгами. И это нужно осознавать. Это не одно и то же, понимаете? Это не вот эти вот маркетинговые разные ходы, когда вас загоняют в какой-нибудь офис, да? И вам говорят, что ну Форекс это легко. Смотрите, вот если бы вы вот здесь вот вошли в продажу, вот здесь вот вошли в продажу 10 лотами. И вот здесь вот вы бы ее закрыли, вот здесь вот вы бы ее закрыли, то вы бы утроили свой депозит. Депозит. Понятно? Вы такие, да, понятно. Все, давай пополнять депозит. Это же легко. Вы думаете, блин, я так и буду делать. Я буду вот здесь входить в продажу 10 лотами, а лучше 20, потому что менеджер туповатый, он не понимает, что нужно зарабатывать еще больше. А я-то это знаю, поэтому я буду умнее, чем этот туповатый менеджер и буду входить 20 лотами. И вот тут-то я заработаю кучу денег. А здесь я буду закрывать. Все, тогда я заработаю не депозит, я заработаю сразу 2 депозита. А то может быть и 3. Тогда будет вообще хорошо. Но когда мы торгуем онлайн, то наша задача следовать за трендом. Всегда, всегда мы делаем одно и то же. Мы следуем, мы охотимся. Мы как охотники, мы пытаемся поймать тренд. Мы пытаемся поймать волну. Возьмите серфера. Вы когда-нибудь занимались серфингом? Что делает серфер? Он просто садится на доску попой и просто катается, ждет когда же она будет. И вот когда идет эта волна, тогда он заходит на эту волну и тогда он уже идет с этой волной. Потому что не серфер главный, а главная волна. Он просто пользуется этой волной пока она есть. И все, серфер это маленькая рыбка в этом океане. Поэтому всегда нужно следовать за движением цены. Главный не вы на рынке, а главное тренд. Тренд это самое главное, что есть на рынке. И именно система переворотов помогает следовать за этим трендом. И все. По 1, 2, 3 можно смотреть. Да, это такой упрощенный вариант АБЦ. Это 1, 2, 3. Я уже говорил, что называйте как хотите. Если вы скажете, что я торгую 1, 2, 3, я на вас вообще ни разу не обижусь. Потому что можно и так сказать, но АБЦ 1, 2, 3. Ну блин, какая нахрен разница. Просто где-то чуть-чуть разные правила и все. С этим сразу не разберетесь. Это опыт нужен? Да. В принципе, в трейдинге, для профессионального трейдинга нужен опыт. Если вы пришли и у вас нет никакого опыта, никаких знаний, вы думаете, что вы будете зарабатывать сейчас миллионы денег, то скорее всего у вас, ну, что-нибудь вам продадут. Дорогое. Ненужное. Вот. Поэтому надо получать знания. Знания самое главное в трейдинге. Именно знания. Когда у вас есть знания, вы можете их применять. Но, опять-таки, знания должны быть обязательно качественные. Так, отлично. Вопросов нет. В принципе, думаю, можно заканчивать. Как-то думал, что мы быстро. Ну, хотя я, честно, не надеялся. Все-таки это занятия, а занятия быстро не проходят. Это вебинар можно быстро провести. А когда он в форме занятия, то тут уже быстро никак не получится. Так, ну смотрите, если будут еще какие-то вопросы, обязательно пишите их. Видео завтра опубликую. Можете писать в комментариях под видео вопросы. Может быть, если наберется очень много каких-то пожеланий и вопросов. Вообще, в принципе, что бы вы хотели узнать? Мы можем проводить какие-то вебинары именно как занятия. То есть полностью работать на графике. Я отвечать буду на ваши вопросы, чтобы вам было понятно. Чтобы не было просто лекции, которые вы послушали. Чтобы вам было это максимально полезно. Потому что для меня важно, чтобы вы из моих вебинаров получали какой-то опыт. Потому что я именно хочу с вами делиться опытом. Я хочу, чтобы вы это использовали. А не просто пришли на вебинар для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше 500 рублей на телефон. Поэтому все для вас. Вебинары делаются исключительно для вас. По поводу брокеров. Что необходимо смотреть? Во-первых, возраст. Возраст играет очень важную роль. Потому что очень часто брокеры очень громко выходят на рынок. Платят огромные деньги всем сайтам, ресурсам, чтобы те их рекламировали. Собирают деньги и, естественно, кидают. Вы думаете, что блин, вот он пришел, самый лучший брокер в мире. Сейчас я там зарегистрируюсь, закину туда денег. А там еще наверняка будет какое-нибудь управление для того, чтобы привлечь разных людей, разные кошельки. И, соответственно, потом всех кидают. Поэтому обязательно смотрите на возраст. Ну и опять-таки через знакомых узнавайте, какие брокеры вам подходят, а какие нет. То есть кто с какими брокерами реально работает. Реально. По-настоящему. Так что по брокерам возраст я считаю, что это самое главное. Потому что если брокер устоял в разные времена, а было очень много всего, то значит наверняка этот брокер надежнее, чем те, которые только появились. Конечно, нужно общаться со своими друзьями. Ну у нас для этого есть чат. Мы там общаемся. Как долго держать сделку, когда забирать профит? Ну вот по поводу держать сделку я уже сказал, что перевернулись и все закрылись. А второй момент, уровень 138,2 по Fibonacci. Говорю об этом на каждом вебинаре. Что цель 138,2 это средняя цель, такая стандартная цель на волну Анатиноли-фибосетку. 138,2 взяли в профит. Если есть какие-то важные уровни на большем таймфрейме, вы хотите больше взять. И очень важно, что своп положительный и вы видите потенциал. Например, на индекс валюты зашли, да, увидели потенциал. То почему бы вам не оставить эту сделку на месяцок? Если вы уже закрыли первый тейк профит на ловушке, и вы уже заработали, понимаете, у вас уже все классно, у вас жизнь удалась. Вы знаете, что А положительный своп, Б есть куда идти. Да оставьте, забудьте про эту сделку на месяц. Она у вас стоит без убытки, с ней ничего плохого не случится. Но через месяц вы можете открыть эту сделку и увидеть, что вы там уже столько заработали денег по этой сделке. И плюс еще положительный своп, и как бы очень даже хорошо получается. Бывает, она откатывается до точки входа. Да бывает все, что угодно. Ну, откатится до точки входа, ну, вынесет вас по без убытку. Ну, ничего страшного, другая пойдет в вашу сторону. Рисками, торгуем рисками. И бывает, что откатывается, бывает такое, что вы откроете сделку, цена развернется, пойдет до вашего стопа, в аккурат его вынесет и пойдет в ту сторону, куда вы думали. У кого такое было? Напишите. Точно у кого-то было. 100%. У меня было. Так что бывает разное. Но это же не говорится о том, что я после этого перестал ставить стоп-лоссу. Ни в коем случае. Вот видите, постоянно бывает. Так что, всякое бывает. Всякое бывает. Для этого мы ведем статистику, для этого мы работаем над ошибками. Поэтому не забывайте еще и работать над своими ошибками. Нужно вести дневник трейдера. Нужно записывать свои не только хорошие сделки, но и самое главное плохие. Хорошие даже можете не писать. Это не самое главное. Самое главное записывать плохие сделки. То есть, почему вы получили убыток, а потом уже работать над этими убытками. Вот это самое главное. Их исправлять. А если она хорошая, что там исправлять? Там все классно. Там ничего исправлять не надо. отлично, всем все понятно я вам желаю прибыльной торговой недели, напоследок напишите Байзен или Трамп и мы будем заканчивать ну сегодня выборы США, я думаю мы тоже можем проголосовать у себя тут а дневник, да, может быть кстати сделаю дневник думаю очень полезно будет я тоже за Трамп ну все, как видите, все честно наши выборы открытые, гласные и честные в наших выборах победил Трамп вот так так что все честно у нас все открыто, у нас все честно ну да, теперь они могут в принципе голосовать, только после нас ну смотрите, теперь нас же обвинят, что мы повлияли на выборы, если выбрать Трамп так что я скажу, что это был Георгий Татьяна, Алексей, Светлана Виктор, кто у нас еще тут засветился, и Евгений вот все я скажу, что это вы, поэтому все претензии будут к вам так что ждите с Пентагона звоночек всего вам доброго до новых вебинаров да пребудет с нами профит пока